всем привет друзья уважаемые подписчики канала нашего восток от тепло приближается лето сегодня где-то 10 лет 13 градусов как же красиво все стало сегодня какой 24 апреля вот его стоп каждый раз восхищаемся этими деревьями каждый год мы дети севера крайнего севера поэтому радуемся когда вот природа начинает пробуждаться радуемся весне крайней весне потому что у нас весна наступает позже примерно когда в конце мая на второй половине мая здесь уже почти лето да допустим нашим меркам в якутии такая температура бывает это 20 мая на месяц 21 мая у нас начинается лето 22 и 22 икутское икутское лето начинается с конца мая мотоциклисты вышли их очень много уже и и Продолжение следует... 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 тут можно даже поспать спокойно низ как новый тоже я как так а машина вроде бы 2008 года 15 лет прошло но состояние удивляет у тебя у меня состояние красивый берлог honda cars honda тоже как будто он новый руль не затертый все вот эти пупырышки вены все есть присутствует ментала простая родная газорс зато оригинал джапа как все чисто как японцы так качественно все делают можем только восхищаться так по цене данный автомобиль зашел с нашей комиссией 20 тысяч рублей на автомобиле до 750 тысяч рублей со всеми расходами составила цена этой машины шестьсот девяносто восемь тысяч рублей это ну достаточно высокая цена конечно такой вид такого года но здесь четыре с половиной балла на это надо это помнить мы купили его за дорого где-то 150 тысяч евро купили а так вот если по-другому посмотреть то там в основном продаются три с половиной эрки там заменой с подкрасами или с большим пробегом прокрученным они конечно дешевле 50 тысяч евро продаются вот разница 100 тысяч евро где-то 60 тысяч рублей да и и мы купили в конце или в начале апреля начале апреля вроде бы еще по высокому тарифу фрахта чуть подороже было а скорее всего в конце марта мы его покупали поэтому чуть повыше был фрахт сейчас бы он стоил дешевле поедет в анабарский район вот когда оплачивали таможню вот у клиентов не было связи мы отправляли квитанции на e-mail администрации они скачали от саду и ехали в администрацию скачали скачивали то есть и платили на сбербан там на севере связь не каждый день ловит как в городах там весной врубают свет там ремонты бывают в основном из-за этого по платежам чуть-чуть проблематично было но зато машина растаможилась вовремя платежи быстро поступили и через пять дней со дня прихода вот 19 дня выгрузилась машина поступила на склад 19-го числа и сегодня 24-го уже растаможена за перестой мы отдаем всего 1000 рублей где я ее положил вот 1000 рублей перестой хранение с шестых по восьмой суток уже с 19-го считается как первая сутка вот еще один качественный достойный вариант привезли заказчик сам приедет с анабара сейчас уточню все время ошибаюсь я что-то да у него анабарский район аватарка поедет в анабарский район а не валенек анабарский район это арктика самый крайний север от якутской если не ошибаюсь где-то 4000 километров или 3 а 3 3 по моему до 3000 километров из якутска до анабар там зимник дорог практически нету там поедет в анабарский район но скорее всего зимой ее повезут летом то трудно наверно анабарский район алмаза анабара вот сегодня 24 апреля я вот все читаю там комментарии всякие на инстаграм youtube на ватсап люди пишут что все уже Япония закрывает кран на Россию все уже санкции типа машины не привозят в Россию официально такой информации нету но вот каждый год же раздувают всякие такие слухи нехорошие люди спрашивают каждый день в день по несколько раз спрашивают что роман сейчас можно покупать Японии открыто ли нет и так далее ну машины покупаем машины переходят пока никаких запретов нет если будут запреты то обязательно сообщим об этом никаких там провокационных ложных информаций мы не выставляем обычно такие вот слухи распространяют те кто хотят на этом подзаработать или что там хотят быстро продать свои машины и так далее ну всякие слухи распространяют чтобы быстро продать все давайте Япония закрывается это последние машины типа покупайте по выгодным ценам обычно так бывает на авторынке ну пока что вот работаем видео снимаем машины растамаживаем отправляем все нормально вот еще одна премка прошла все четко пока поэтому никогда не верьте всяким слухам неофициальным официальные слухи будут тогда когда будут озвучено от уст от тех кто занимается вплотную этим а не всякими диванными войсками там которые которые всякую чушь придумывают хотят на этом заработать советую им не верить вчера вчера вот допустим очень много людей звонила писали писали что закрывается что что будешь делать дальше и так далее вот я сижу снимаю растамаживаем проходим лабораторию покупаем заукционов почти каждый день беспокоиться нечего каждый год вот такие слухи распространяются в связи с последними санкциями с прошлого года даже много санкций поэтому на этой волне люди еще сильно раздувают слухи и люди верят этому этим слухам не надо верить еще раз вот давайте всем пока до новых встреч до новых обзоров и новостей работает